Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс базовый сценарный в нашей сценарной мастерской. И если вы хотите научиться писать сценарии, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то самое время пройти по ссылке в описании, подать заявку и занять место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Я сегодня выхожу в эфир с телефона. Напишите в чате, как видно, как слышно. Потому что сегодня у меня какой-то не очень стабильный интернет. И я решил перестраховаться на случай, если вдруг во время трансляции эфира нет-бойнет вырубится, то мобильный интернет нас спасет. Так, видно ли меня, слышно ли меня? Причем, кстати говоря, парадоксальным образом, при эфире с телефона у меня мощный очень телефон, новая минутка рекламы, новая ультра самсунговская. И он дает какого-то невероятного совершенно качества, невероятного разрешения картинку, которую даже интернет с трудом протаскивает. Из-за этого иногда чуть-чуть подтормаживает. Но должен быть нормальный, должен быть нормальный качественный звук и должна быть нормальная качественная картинка. Итак, друзья, мы продолжаем наш сценарий за неделю. И сегодня мы с вами поговорим о сценарной записи. Сегодня мне нужно уложиться за час. Я прям буду очень стараться быстренько все концентрированно изложить, потому что в час пятнадцать я должен уехать кататься с ребенком на ролике. Поэтому сегодня все будет очень интенсивно. Прежде всего, друзья, напишите мне, пожалуйста, знакомы ли вы с американкой? Слово «американка» знакомы ли вам? И владеете ли вы ею? Или вы не знаете, что это такое? И впервые слышите, что это? Нет, нет. Большинство пишут «нет, не владеете». Значит, смотрите. Наверняка вы слышали о том, что есть некий формат сценарной записи, некий формат, которым нужно записывать сценарий. И для многих сценаристов именно эта, именно сценарная запись кажется самым трудным во всем, что нужно освоить сценаристу. Поверьте мне, это самое простое. Вот я все, что вам надо знать по поводу «Американки», могу рассказать за пять минут. Но давайте так. Я вам дам некие основные, базовые, фундаментальные принципы и покажу, где можно посмотреть все остальное. И добавлю еще, что есть некоторые неочевидные фишечки, неочевидные секретики. Некоторые я расскажу, а некоторые оставлю на потом, на базовый сценарный курс. Потому что должна же какая-то быть загадка для вас. Потому что есть некоторые вещи, такие вот неочевидные штучки, которые в сценарии, если ты их делаешь в сценарной записи, то опытный взгляд, бросив один взгляд, опытный человек, бросив один взгляд на сценарий, сразу же понимает. Вот этот сценарий написан новичком. Вот все правильно. Сценарная запись сделана как надо. Но некоторые нюансы и сразу же видно, сразу же понятно. А вот это новичок. А вот этот человек уже понимает, кто к чему. То есть, это такие секретные закладочки, которые можно сделать в сценарии. Итак, смотрите. В описании к этому видео я добавил две ссылки. Первая ссылка. Это ссылка на страницу сценарист.ру, сайта сценарист.ру. Сайт существует довольно давно, уже, по-моему, лет 20. Вот. И там выложен файл, он примерно страниц 80, в котором изложены абсолютно все нюансы того, как правильно оформлять американку. В свое время, когда я писал еще буквально сценариста, я собирался сделать прям отдельный какой-то, посвятить отдельный блок сценарной записи, но я увидел, что вот есть этот файл, эта работа один раз сделана, и смысла повторять ее, дублировать, ну, как бы никакого нет. Раз человек эту работу сделал, то надо с уважением к этому относиться. И я во всех семинарах просто ссылаюсь, даю ссылку на вот этот формат. Сделана замечательная работа, можно его скачать, посмотреть, и при любых вопросах к нему обращаться и сверяться. Вторая ссылка, которая вам нужна, называется сайт Kids Scenarist. Эту программу разработал наш парень российский, его зовут Дмитрий Новиков. Он, мы с ним давно знакомы, постоянно как-то переписываемся там в Фейсбуке, он мне вопросы какие-то задает именно по сценарной записи. Толковый очень парень. И вот разработав эту программу, он установил стандарт для российской, вернее, для русскоязычной киноиндустрии. То есть все сценарии, вот 99 процентов сценариев, которые пишутся на русском языке, пишутся через программу Kids Scenarist. Для американской, для англоязычной киноиндустрии стандартом является программа Final Draft. Есть еще программа Celtics, есть еще там всякие маргинальные программы, например, у Джона Труби была своя программа под названием Blockbuster. Я ей пользовался, мне не понравилось, я ее покупал, причем она дорого достаточно стоила, но мне как-то она не зашла. Вот есть Kids Scenarist и практически все сценаристы работают в этой программе. Для того, чтобы в ней разобраться, даже мне не надо вам ничего объяснять, ничего не рассказывать по этой программе. Просто после этого урока залезете туда, пять минут проведете и все вам будет понятно. Там интуитивно абсолютно все ясно. Вот, и там очень удобный экспорт, то есть вы можете либо в PDF-ке, либо в Word-овском файле, но в российской, опять же, киноиндустрии принято сценарий распечатывать и рассылать в Word-овских, в док-овских файлах. В американской киноиндустрии все рассылают и читают PDF-ке, потому что PDF-ку нельзя редактировать. А у нас как раз редакторы любят сразу же работать в Word-овском файле. В PDF-ке ты там ничего не наредактируешь. Итак, вот, собственно, на этом, наверное, я и могу закончить этот урок. Через три минуты. То есть для того, чтобы сценарную запись освоить, откройте программу Kit-Сценарист, скачайте, установите, и через пять минут вы будете знать, как с этой программой работать. Ну, я просто, чтобы, ну, как-то у вас было ощущение и дать вам какую-то дополнительную информацию, я вам немножечко расскажу о некоторых нюансах. И я считаю, что вообще сценарная запись это фундаментальная вещь, и это одна из тех основ, которую надо постоянно повторять. Я делаю в каждом из наших курсов, и в базовом сценарном, и в сериальном, и в полнометражном, я делаю отдельное занятие по сценарной записи. Там мы повторяем основы, и я говорю, рассказываю о каких-то неочевидных нюансах в сценарной записи, которые могут улучшить и помочь вам, как бы, сделать ваш сценарий лучше, чтобы он выглядел более профессионально, и сценарная запись, она, если ее правильно использовать, она еще помогает, и сам сценарий писать немножко по-другому. Да, то есть это, что называется, в своем доме и стены помогает. Вот так же и американка. Прежде всего, что такое, почему вообще есть какая-то отдельная американка, да, вот есть какая-то отдельная сценарная запись. В целом, есть две основных сценарных записи. Вернее, их три, на самом деле. Есть еще ситкомовский формат. Его некоторые сценаристы называют его голландским. Я, честно говоря, не смог выяснить, почему именно голландским, потому что много кто в этом формате пишет. И у нас в России, например, в компании Амедиа ситкомы пишут именно в этом формате, ситкомовском. Он отличается... Мы сейчас сильно глубоко туда не пойдем, но просто, чтобы вы понимали, что есть еще какой-то отдельный формат для сериалов. Там пронумерованы реплики. Там на сериальном курсе на нашем я отдаю и примеры таких сценариев и там подробно рассказываю, что да как. Но основные сценарные записи это русская сценарная запись и американская сценарная запись. Что такое русская сценарная запись? Русская сценарная запись это, по сути, проза. То есть текст, в котором в настоящем времени, но прозой вы описываете все, что происходит, и диалогами вплоть до того, что прямая речь записана как в прозе. Послушайте, сказал Олег. А ведь если звезды... И так далее, и так далее. Да, понимаете? Не так Олег, двоеточие там, или точка и реплика Олега, а именно записана как в прозе. Вплоть до того, что в некоторых таких сценариях, некоторых сценариях, они записаны в прошедшем времени. И если, например, вы читаете какие-нибудь старые советские сценарии, вы пишете, что в большинстве случаев они записаны именно так, такой прозаической записью. С чем это связано? Это связано с тем, что в советское время сценарий проходил очень длинный редакторский путь. И изначально, когда появлялся советский сценарий, он был очень технологичный. То есть, если вы найдете первые сценарии, скажем, Кулешова, есть опубликован его сценарий, его пропавшего фильма на Красном фронте, или, например, сценарий фильма Эйзенштейна «Стачка». Это просто покадровая запись фильма. То есть, там крупно, то-то, то-то. Общий план, то-то, то-то. То есть, это такая очень механизированная, очень технологическая работа. Никакой литературщины там и рядом нет. Но позже, кстати говоря, тот же самый Эйзенштейн разработал концепцию эмоционального сценария, в котором сценарий является шифром к душе режиссера. То есть, это закодированный фильм, который режиссер еще должен расшифровать и превратить в кино. То есть, и Ржешевский, великий, выдающийся сценарист, на мой взгляд, написал для Эйзенштейна вот такой вот эмоциональный сценарий фильма «Бежен лук», и случилась катастрофа с этим сценарием. Фильм был уничтожен, сохранились только срезки, там, начало каждого кадра и конец каждого кадра. Из этих срезков позже Юткевич собрал такой фотофильм. Он примерно, ну, около получаса, он есть в сети, его можно найти и посмотреть. Ребят, вопросы позже. Сейчас я сначала дам тему, потом будете задавать вопросы. И дальше, особенно, когда началась эпоха малокартинья, когда после войны очень мало снималось кино, там, вплоть до того, что там 15-10 фильмов снималось, там, 12 фильмов снималось в год. И это продолжалось до смерти Сталина, и где-то вот с 56-го года снова начала раскручиваться наша киноиндустрия, в которой, в общем, нормальное производство было там, ну, около 200 фильмов в год. То есть сокращение было там, считайте, во сколько раз. В десятки раз. В 10-15 раз сокращение. И огромное количество авторов, огромное количество сценаристов, понимая, что у них нет шансов на реализацию их сценария, а это было 10 лет почти, кино не снималось, они начали писать киноповести. Габрилович, например, писал киноповести, да, то есть ты как бы пишешь кино, которое можно опубликовать в журнале, можно опубликовать отдельной книгой, но которые вряд ли будут когда-то реализованы. Некоторые сценарии были реализованы, в том числе и вот эти киноповести Габриловича. И зачем все-таки вот эта прозаическая запись, да, то есть нужно огромное количество начальников, всяких не всегда грамотных, не всегда понимающих, не всегда умеющих читать сценарий, да, то есть сценарий надо уметь читать. Сценарий это не прозаический текст. И, ребят, вы меня отвлекаете в чате. Просьба, не пишите сейчас пока в чате ничего, потому что я все вижу, все у меня перед глазами, и вы мне мешаете. Значит, сбили. Прозаический текст может читать неподготовленный читатель. Сценарий, для того, чтобы читать сценарий, нужно уметь его читать, да, то есть нужно, это сухой текст очень, да, то есть там нет описаний никаких, да, то есть есть только действия, есть только реплики. И понимающий человек, знающий, читая сценарий, он сразу же понимает, как этот сценарий, как эта сцена развернется в фильме. И довольно долгое время у нас работа над сценарием шла таким образом. Сначала писался вот такой вот прозаический сценарий, его гоняли через разные худсоветы, редактуры и так далее, и так далее. Потом он утверждался, и после этого режиссер писал, иногда вместе со сценаристом, по написанному сценарию, писал режиссерский сценарий. У нас было разделение, такой литературный сценарий и режиссерский сценарий. Режиссерский сценарий более производственный, он такой выглядит, как таблица, в котором там слева указаны номера сцен, где снимаются сцены, актеры, которые снимаются в сцене, реквизит, который используется в сцене, а справа дальше там действия, которые происходят в сцене, и справа отдельно диалог, который произносится в сцене. Некоторое время, я застал то время, когда писали режиссерские сценарии, сейчас далеко не каждый режиссер их делает чаще всего, сейчас работают по литературному сценарию, по сценарию, записанному американкой. То есть, американка это изначально заточенный на производство сценарий, и совершенно спокойно, можно с литератур, с прозаическим сценарием, ты не можешь выйти на площадку, а с записанной американкой, да, можно выходить на площадку и совершенно с ним удобно работать. Что самое главное дает американка? Ну, например, вы понимаете хронометраж, вы понимаете хронометраж сцены, да, там примерно плюс-минус одна страница сценария равна минуте на экране. На самом деле это не совсем так. Это все зависит от соотношения диалога и описания действия. Чаще всего там плюс-минус так и выходит. А в русской сценарной записи, да, там, например, полнометражный фильм, полуторачасовой, может занимать в сценарии, там, 25 страниц, например. Совершенно спокойно такое может быть. И поэтому очень сложно хронометрировать. И мой мастер Бородянский рассказывал ситуацию, когда он написал сценарий «Города Зера», фильм, который Шахназаров снимал по его сценарию, и ему второй режиссер, который занимался хронометрированием, сказал, здесь недобор 15 минут. И он сказал, как, не может быть. Нет, нет, говорит, вот я посчитал недобор. И Бородянский дописал несколько сцен, а потом, когда начали снимать, увидели, что никакого недобора нет. Ну, это верхний профессионализм, да, то есть, когда не мастера, да, мастер-то понимает, да, он знал, какой, что, как, да, то есть, он чувствовал время. Вот. Но, прочитав литературную запись, да, второй режиссер, решил, что не хватает, недобор. Вот. То есть, не смог оценить, не смог оценить хронометраж. В американке такого быть не может. То есть, в американке вы всегда точно знаете, сколько времени сцена занимает, а опытный продюсер, он еще и понимает бюджет. То есть, например, берет человек сценарий, начинает листать продюсеров, даже не читая, не вчитываясь в сценарий, а просто смотрит, сколько сцен, смотрит, какие объекты используются в сценах, и сразу же может примерно оценить бюджет. Бюджет сценария. Бюджет фильма. То есть, опытный продюсер за пять минут, пролистав сценарий, может сказать, что с точностью там до, не знаю, 30-50 тысяч долларов сможет указать бюджет. И сейчас есть такая тенденция, и раньше, вот только когда я начинал, было такое разделение. Те ребята, которые писали артхаус, они очень любили русскую сценарную записи. И прям вот такие битвы в ЖЖ разворачивались там. Вот, я так ненавижу эту лесенку идиотскую, что она высушит мозг, то ли дело вот с прозой писать, художественно сценарий. Вот, но если сценарий воздействует как проза, да, там разные способы воздействия. То есть, то, как ты напишешь, ты можешь красиво написать что-то, красивую фразу, но если ты ее перенесешь на экран, она перестает быть красивой. Вот, поэтому вот эта сухость, она имеет смысл. И чем дальше, тем больше я замечаю вытеснение русской сценарной записи из индустрии. И прям вот знаковое было событие. Один мой приятель, продюсер, написал пост в фейсбуке, что все, ребята, вот я много разных сценариев читал, и я принимаю решение, что с этого дня я больше не рассматриваю сценарий, записанный русской сценарной записей. То есть, если человек, если сценарист не в состоянии потратить время и освоить американскую форму сценарной записи, то, скорее всего, он не удосужился и освоить все остальное. Конфликт, система персонажей, структуру сценарий, и так далее, и так далее. И мой опыт говорит о том, что каждый раз, когда я брал записанные русской формой сценарной записи сценарий, я драматургии в этом сценарии тоже не видел. Поэтому, друзья мои, осваивайте американку, владейте ею, пишите в американке, и понимайте то, что в большинстве случаев продюсеры, если они видят сценарий, записанный не американкой, они его дальше, первой страницы, читать не будут. Есть исключение. То есть, если вы Юрий Коротков, то вы можете писать русской сценарной записи. Он пишет русской сценарной записи. И понятно, что все, что он напишет, все прочитает. Точно, то есть, нам, к нам, старикам, немножко отношение другое. то есть, нам, динозаврам, дают дожить. Точно так же, как я не, хотя я учу всех своих учеников пользоваться китом-сценаристом, да, я не пользуюсь китом-сценаристом, парадоксальным образом. Я привык в свое время, есть такая старая-старая программа, она называется Писарь. Вот. Это такой плагин для Варда. И у меня, он даже на новом Варде не работает, у меня на компьютере стоит специально старый-старый Вард 2000 какого-то там, четвертого года. Вот. И на нем стоит этот Писарь, я привык на нем работать, и, ребята, дайте мне дожить, дайте, я доработаю на этом, нового ничего осваивать не буду. Могу себе позволить. Вот. Но следующее поколение, то есть, если вы осваиваете новые инструменты, конечно, лучше пользоваться более удобными инструментами. Кит-сценарист несравненно более удобный инструмент. Итак, как записывается сценарий? Теперь начинается магия. Начинаю рассказывать все секретные секреты. Первое. Как мы называем файл? Файл мы называем следующим образом. Ваша фамилия, нижнее подчеркивание и ключевое слово вашего сценария. Например, если ваш фильм называется «Красные всадники», да, у меня был фильм-сценарий, который назывался «Красные всадники». Он не был снят, к сожалению. Это был фильм про то, как доблестные русские разведчики предотвратили войну в Сирии. Но, к сожалению, началась война в Сирии и фильм не был снят. Этот сценарий, файл, назывался так «Молчанов, нижнее подчеркивание, всадники». Почему это важно? Потому что, опять же, в это сложно поверить, но по какой-то необъяснимой причине 99% начинающих сценаристов называют файл своего сценария называют сценарий «Док». Друзья мои, когда вы называете фильм сценарий «Док», у вас это единственный сценарий. Но, когда вы отправляете этот сценарий редактору, он падает в папку, где лежит еще 2000 сценариев. И все. Больше он его никогда не найдет. Даже искать не будет, даже не попытается. Вот одной единственной вещью, тем, как вы называете свой сценарий, вы его выживаемость увеличиваете в 10 раз. Потому что назвали фамилии, это лишняя причина запомнить вашу фамилию. И дальше, когда человек будет искать ваш сценарий, он может просто в поиске забить, зайти в эту папку, где лежат эти 2000 сценариев, и в поиске забить вашу фамилию. Сразу же выскочит ваш файл. И вы его найдете. все продюсеры это знают. Никто из сценаристов, очень мало кто из сценаристов это делает. Я помню, когда я в Латвии, в Риге делал мастер-класс, я ребятам, сценаристам молодым это сказал, и там была девушка, продюсер, опытная очень, самая опытная продюсер в Риге. и она прям аж взвелась такая, да, да, господи, вот, это, это, говорит, прям боль моя, потому что, говорит, получаю 20 сценариев, и это 20 файлов сценарий док. Вот, и потом, и ничего ты не поймешь, ничего, где, какой сценарий, где, что читать, потом, потом не найдешь. Поэтому, ваша фамилия, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, почему? Потому что надо отделить, вот, и плюс, есть некоторые программы, есть некоторые глюки, когда пробел не, файл не читается, если пробел в названии. Это в некоторых старых, этих самых, в некоторых старых программах. Есть еще один нюанс, тоже неочевидный, в кинокомпаниях у редакторов чаще всего очень старые машины. То есть, чем круче кинокомпания, тем хуже компьютер у главного редактора этой кинокомпании. Тоже неочевидное правило совершенно, но я во многих кинокомпаниях был и видел разные крутые офисы. И вот, чем круче компания, тем более босяцкий, более убогий офис. Когда я пришел к Тодоровскому, я сел за стол и подо мной развалился стул. То есть, настолько там все плохо было. То есть, конечно, может быть и может быть машина. Но очень высока вероятность, что там будет какой-то очень старый, очень старый компьютер. Даже не ноутбук. Дальше. Титульный лист. На титульном листе должно быть, тоже есть правильный способ оформления титульного листа. Я вам расскажу, как надо делать. В нюансы вдаваться не буду. В правом верхнем углу ваше имя и фамилия. Правильно, по-американке я из Риги, не подскажете, кто этот крутой продюсер. Я не помню ее фамилию, ее зовут Дайга. Я делал, у меня есть приятель оттуда, Ива Бредис, драматург. И я приезжал туда читать студентам мастер-класс. Дайга и что-то вот сложно. Мне сложно просто вот какая-то сложная фамилия. Для русского языка сложная фамилия. Ладно, давайте не будем отвлекаться. Короче, что я хотел сказать. А, фамилия справа. Правильной ортодоксальной американке фамилия пишется посередине листа. но вот это одна из тех вещей неочевидных, которые сразу показывают профессионалы. Справа вверху справа вверху фамилия, ваша фамилия. Если она посередине, то ее никто не заметит. Если она справа, то повышается шанс, что вашу фамилию запомнят. но это нарушение. В ортодоксальной американке не так. Но я советую это всегда делать. И опытный редактор, если он видит фамилию справа, а не внизу, не так как надо, он сразу понимает, человек знает, что к чему. Дальше, посередине, большими буквами название фильма. Под названием фильма определение того, что это такое. в классической американской записи там должно быть всего две вещи. Это либо оригинальный сценарий, либо адаптация чего-то, адаптация какого-то литературного первоисточника. Все. Никаких других вариантов там не может быть. То есть, там не может быть фантастический боевик. Нет. Сценарий, если это оригинальный сценарий, там стоит оригинальный сценарий. Если это адаптация, там должно быть адаптация романа такого-то. Дальше. Опять же, неочевидно, но в русской традиции принято там писать, что это такое. Не оригинальный сценарий, а сценарий полнометражного фильма. Или сценарий короткометражного фильма. Или пилот телесериала. То есть, писать там определение не оригинальность или адаптивность, а писать там формат. Это, опять же, с классической точки зрения американки, это нарушение. Но это принято и это правильно. Дальше. Примерно три четверти страницы сверху и треть снизу и четверть снизу справа контакты. Контактов должно быть два. Ваш мобильный телефон и ваш имейл. Обязательно и то и другое. Потому что половина редакторов только звонит, половина редакторов только пишет. И те, кто звонят, никогда не пишут. И те, кто пишут, никогда не звонят. И больше ничего. Никаких инстаграмов, фейсбуков, ничего. Только мейл и телефон. Все. и дальше внизу год написания и город, в котором вы написали сценарий. Тоже практического смысла в этом нет, но так принято. Иногда там указывают, если сценарий написан по заказу, там указывают название компании. Например, первый канал или ЦПШ. если учебный сценарий написан в учебном заведении, например, сценарная мастерская Александра Молчанова. И там указывают сценарный год, например, 2022 и сценарная мастерская Александра Молчанова. Вот это титульный лист. На нем никогда, ни при каких обстоятельствах не должно быть. Никаких картинок, никакого полужирного шрифта, никакого выделения увеличенного текста. Вот ничего этого там не должно быть ни в коем случае. Дальше. Следующее. Да, еще один нюанс важный. Всегда один и тот же шрифт курьер new 12 кегль. Размер и кегль, потому что в этом шрифте буквы равны по ширине. То есть какие бы у вас ни были буквы, объем текста на странице будет одинаковый. Курьер new 12 кегль. Судя по всему в программе какие-то сценаристы у них нет прав на курьер new и там другой шрифт курьер prime. Видимо насколько я понял это бесплатная версия курьера new. Он такой же. То есть допустимо использовать курьер prime. Дальше. У нас есть 5 видов текста в сценарии. Это не так много. Можно запомнить. если почитать старые учебники какие-нибудь пресса скипа и он там описывает вот здесь должно быть 5,5 дюймов ширина. Здесь 3,5 дюйма ширина. Нам эту всю фигню запоминать не надо. Нам надо запоминать что есть вот это есть реплика мы в ките кликаем на реплику и он у нас сразу форматируется так как надо. То есть не должно быть такого что вы в варде пробелами выпрямляете реплику. то есть вот этой херней заниматься не надо. В кит зашли нажали и сделки. Итак первое это место и время действия. Где и когда происходит действие. Оно записывается следующим образом. Если это в интерьере в помещении это записывается int точка описание объекта название вернее объекта например int дом олега точка день если это натура если это улица над точка двор дома олега точка день все очень просто большими буквами теперь допустимые нюансы может быть над а может быть натура точка двор олега это допустимо либо экстерьер то есть три варианта может быть натура над мне привычнее надписать натура или экст это все допустимо либо int и интерьер тоже допустимо название объекта точка и что касается времени вообще в ортодоксальной классической американке там может быть три времени это день ночь и режим режим это время допустим сумерки нам надо снять рассвет или нам надо снять поздний вечер какой-то и нам надо ловить вот этот свет который нам нужен ночь это значит темно мы снимаем либо через фильтр либо через искусственное освещение день мы снимаем при естественном свете все просто режим да мы значит ловим какие-то сумерки я спрашивал у всех режиссеров с которыми я работал я спрашивал использовали ли они когда-то режим ни разу никто за вот там за 20 лет сколько сколько там прошло с тех пор как я начал работать ни разу не было то есть все время используется какая-то искусственная подсветка все время используется какое-то искусственное освещение поэтому я считаю что более целесообразно указывать время суток и там есть 4 времени суток утро день вечер и ночь для того чтобы лучше понимать как да как как у нас время между сценами соотносится это допустимо и это используется дальше в опять же в ортодоксальной американке натура время день никогда не выделяется полужирным в боевой реальной ситуации если особенно вы работаете на телевидении чаще всего выделяют полужирным в классической американке нельзя нумеровать сцены это запрещено в реальной ситуации особенно на телевидении чаще всего сцены нумеруются потому что удобнее с ними работать потому что когда ты работаешь например там общаешься по телефону с редактором когда я писал побег у меня был день когда у меня за день было 193 созвона с редактором можете себе представить это просто там каждую минуту она звонила я что-то делал только клал трубку сразу же опять звонок и все время у меня открыт файл и у нее открыт файл и мы сверяемся гугл доки не так часто используются в кино как может показаться на первый взгляд дальше следующее описание действия какое описание действия должно быть минимальное положение людей в пространстве вы зашли в объект и у вас там какие-то люди в этом объекте Ольга сидит в кресле Олег стоит перед ней на коленях дальше имя персонажа идет диалог имя персонажа например Олег оно всегда пишется большими буквами никогда никаких двоеточий после имени никогда точек никогда тире после имени оно посередине страницы для него тоже есть отдельный это самое отдельный шрифт вернее отдельный формат и реплика всегда пишется под именем персонажа тоже никаких кавычек никакого тире с большой буквы просто пишется реплика и для нее тоже есть свой отдельный формат еще вот у нас четыре формата текста есть еще пятый формат это формат ремарки ремарка пишется в скобках с маленькой буквы без точки в конце это всегда указание на то как произносится реплика например Олег и под ним в скобках хрипло Ольга я тебя люблю и реплика да или Олег дрожащим голосом да то есть ремарка всегда указание на то как произносится реплика единственное исключение если реплика произносится одновременно с действием то есть говорится происходит действие например Олег стреляя в Ольгу да не доставайся же ты никому да то есть одновременно реплика и одновременно действие в этом случае действие может быть ремарка в ремарке вернее ремарка не может быть после реплики то есть ремарка всегда между именем персонажа и репликой вот и все вот у нас пять видов текста которые мы описываем которые мы используем при написании сценария теперь что такое с подробнее о сцене я буду говорить завтра о видах конфликта там и так далее но важно понимать сейчас одну такую штуку что сцена эта часть фильма которая происходит в течение одного куска времени в одном объекте то есть мы зашли в один объект в какой-то например дом олега до началась началась началось действие мы находимся здесь до закончилось здесь действие сцена закончилась то есть мы переместились другой объект или прошло какое-то время да там ну если прошло какое-то время внутри сцены там может быть склейка то есть мы как помните человек с бульвара капуцинов джонни сделай мне монтаж да например герой сидят разговаривать и вдруг хлоп прошло 20 минут титр да нам нужно вырезать кусочек времени мы ставим просто си-у-т кат и кусочек времени вырезаем это считается одна и та же сцена но если мы перешли из одной сцены в другую до другой какой-то объект все началась другая сцена вот собственно основное что я хотел вам сказать сегодня если есть какие-то вопросы по сценарной записи то я готов на них отвечать какой я молодец уложился в 35 минут и у меня есть еще время для того чтобы ответить на ваши вопросы а еще что-то что-то я прям важное хотел сказать вылетел из головы так поэтому у вас сайт же же да нет у меня никакого сайта в же это мой старый же же где просто хранится архив каких-то материалов просто у меня здесь у нас десятки у мастерской десятки разных площадок сайт у нас очень функциональный задача сайта проводить продажу то есть проводить проводить продажу курса да то есть у нас сайт очень минималистичный там ничего лишнего нет вот а материалы все в основном в соц сетях фейсбуке в контакте но с учетом того что фейсбук и инстаграм сейчас заблокированы я там какие-то архивы вытаскиваю жжи то есть у нас дублируются материалы дублируются там жжи куда-то понятно что жжи никто не читает да и то есть это просто там хранится архив поэтому я не понял почему да вы говорите поэтому у вас сайт же а почему поэтому это почему так объекты в доме нужно указывать например комната кухня очень хороший вопрос джал вы прямо в точку говорите смотрите как делается в этом случае например у вас есть какой-то сложный объект в котором например квартира олега да и в этой квартире есть ванна есть туалет есть спальня да есть балкон например да то есть несколько таких под объектов и в этом случае если персонаж переходит например из ванной в кухню это другая сцена то есть как проверить началась ли другая сцена вот представьте мы приходим в объект мы начинаем там снимать для того чтобы нам перейти что вот вы сценарист пишете да герой переходит из уходит из ванной из кухни в ванну очень часто сценаристы не замечают этого что на что такого но он ушел он зашел туда на три секунды до зубы почистил и вернулся если мы видим что он там делает да то есть может быть такого ушел герой в ванну да и мы не видим мы остаемся здесь тогда это одна сцена но если он ушел туда и мы видим что он там делает даже для того чтобы показать одну секунду человека в другом объекте, нам что надо сделать? Нам надо переставить свет. А вы представляете, что такое переставить свет в объекте? Ну, это два часа времени. Вот. Поэтому, во-первых, надо экономно к этому относиться, ко всем этим перемещениям из объекта в объект. Вот. Делать это только при необходимости. А во-вторых, нужно понимать, что когда вы делаете вот такую секундную сцену, вы как минимум делаете, да, 4 часа работы на площадке. Два часа переставить свет и два часа переставить его обратно. Ну, и какое-то количество времени снимать там. Это тоже время займет. Вот. Как сложные объекты указываются в сценарии? Например, у нас с вами есть под, как бы, ну, надобъект, да, квартира Олега. И в ней есть под объекты. Указывается так интерьер дом Олега точка кухня точка день интерьер дом Олега спальня точка день интерьер дом Олега там ванная точка день причем, опять же, в реальной боевой ситуации, когда это будут снимать вполне может быть так, что кухня в доме Олега будет сниматься в одном объекте, а спальня будет сниматься в другом совершенно объекте и может быть даже в другой день. Такое тоже может быть. Вот. Поэтому вот таким образом мы оформляем. Так, если сцена происходит в помещении без окон, надо ли указывать время суток? Очень хороший вопрос. Да, надо. Почему? Потому что здесь мы, когда мы указываем время, мы указываем время, да, скажем так, логическое время, да, то есть по смыслу мы должны понимать, какое время там происходит. Для того, чтобы люди, которые будут с этим работать, не запутались. А дальше они уже решат. То есть это вы, может быть, придумаете помещение без окон, да, а будут снимать и будет помещение с окнами. У меня бывали случаи, когда сценарий написанный для стройки снимали в деревенском доме. Или, например, когда я писал сценарий, где действие происходило в Израиле на берегу Мертвого моря, а снимали его в Черногории. Вот. Поэтому очень часто, да, вы придумываете море, а снимается это в горах. Вот. Поэтому сценарий должен быть максимально адаптивным. Вот. А время не изменилось. Так. Скажите в ответах по домашнему заданию надо ли соблюдать норму по знаком строчкам. Об этом ничего не говорится. В самом комментарии в ВК выскакивают уведомления. Да нет. Ничего. Это ограничение ВКонтакта для меня не имеет никакого значения. Дальше вы будете сдавать уже в вордовских файлах. То есть вот сейчас сцену вы напишите если вы ее просто вклеите в комментарий она улетит. То есть все форматирование собьется. Вам сейчас как раз таки надо форматирование освоить и показать. Поэтому делайте вордовский файл и вордовским файлом размещайте. Я не знаю можно ли файл прикрепить к комментарию ВКонтакте все таки да вот можно а нет фотографии а нет можно вот файл можно приложить к комментарию. Так как записать чувства в сценарии Сергей классный вопрос прям суперский никак столько копий сломано по этому поводу по поводу записи чувств и мне особенно если приходит в мастерскую кто-нибудь такой кто актер или там кто-то кто работал с актерами и говорят что-то Александр вы ерунду какую-то рассказываете вот мне актеры с которыми я работал говорили что вы не надо писать мне в сценарии что делать вы напишите что я чувствую в этом сценарии а я уж сыграю то чувство какое надо ребят я с актерами работаю там ну 20 лет уже и уж это самое последнее дело что я сделал бы в самой последней отчаянной ситуации я бы доверился тому как актеры сыграют чувства ваша задача расписать действия то есть и ваша задача придумать интересные действия которые актеры будут которым актеры будут проявлять свои чувства у вас нет задачи сделать так чтобы актеры переживали чувства ваша задача сделать так чтобы зрители переживали чувства а для этого актеры должны не чувства переживать а действия делать в кадре Потому что если актеру просто сказать Покажи свои переживания Он вам такого напереживает Что не обрадуйтесь Поэтому придумайте правильное, интересное действие Которое вызовет чувство у зрителей А не у актера Так, обязательны ли ремарки? Могут ли они оставаться на усмотрении режиссера? Надя, вы слушали то, что я сейчас только что говорил? Что такое ремарка? Ремарка всегда указывает на то, как произносится реплика То есть, если, например, вам по смыслу надо Чтобы человек что-то сказал хрипло, громко, шепотом То вы это указываете Дальше уже режиссер может решить Действительно ли хрипло это будет сказано или нет Наша задача писать только то Что будет в кадре А режиссер дальше примет решение Нужна ему эта ваша подсказка или нет Если по смыслу Вот это хрипло, шепотом, дрожащим голосом не нужно То есть, если вы считаете, что не нужно это То и не нужно этого указывать в сценарии После указания над int точку ставим Да, я же сказал int над точка действия точка день И здесь, кстати говоря, очень хорошо, что вы мне про это напомнили Потому что здесь есть еще один нюанс Что здесь тоже есть разночтение И есть вариант, при котором, опять же, меня приучили ставить точку Есть вариант, при котором там будет тире И более того, там есть два варианта Один вариант Над тире дом олега тире день Это допустимый вариант Над точка дом олега тире день Это тоже допустимый вариант. То есть, как видите, это не будет ошибкой, никто вас не заругает, если вы так сделаете. Мне привычнее ставить точку, потому что я как-то много лет это делал. Так, текст перед началом Звездных войн. Это какой формат? Это титр. То есть, вы пишете титры и дальше как реплику записываете этот самый, записываете текст. Я не знаю, как конкретно это было записано тогда, потому что сценарий Звездных войн писался 50 лет назад. За это время, скажем, формат титров мог измениться. То есть, это, например, могло быть записано большими буквами в описании действия. Вполне может быть. Тоже это не было бы ошибкой. А по-хорошему, да, это пишется титр, двоеточие и дальше текст титра. Так, нам в сценариях, написанных за эту неделю, указывают, что они написаны благодаря вам и вашей мастерской или нет? Нет, ребят, смотрите. То, что вы пишете здесь, не является текстами, написанными в сценарной мастерской. То есть, когда я разрешаю поставить свое имя на сценарий, да, я не всем разрешаю это сделать. То есть, вы должны отучиться в нашей мастерской. Я должен прочитать ваш сценарий и дальше принять решение. Готов ли я подписаться под этим сценарием. Это происходит не в 100% случаев. Так, если нет диалогов, значит, мы прописываем, кто что делает. Совершенно верно, да. Описание действия. Кстати говоря, есть сценарии, в которых больше описание действия, чем диалогов. И там страница может быть больше. Потому что описание действия на экране занимает больше времени. Например, Иван следит за Ольгой. Условно говоря, да. И это может быть одно предложение, да. А на экране это там 30-40 секунд. А если больше диалогов, если, например, сплошной диалог идет на странице. Если его произнести, это будет где-то порядка 40 секунд. Тоже в зависимости от того, с какой скоростью актеры произносят. У нас был, скажем, в часе Волкова был такой актер. Он умер, к сожалению. Венгеров. Или Венгеров, я не помню, где ударение ставилось. Хороший актер, на самом деле. Волкова играл. Потом его заменили на другого актера. Потом он умер от рака. И он произносил все реплики вот так. Очень постепенно и размеренно. И когда я писал сцену, я понимал, что страница диалога на экране будет две, а может быть и две с половиной минуты. Так. Ремарки. Можно писать между репликами? О, Петр. Суперский прям комментарий. Можно ли писать ремарки между репликами одного героя? Громко. Реплика. Тихо. Реплика. Да. Это может быть. Более того, есть ситуации, когда, например, когда мы указываем паузу. Да. То есть, один герой что-то говорит. Потом выдерживается пауза. И дальше идет. Он снова говорит. Следующую реплику. Через паузу. И вот в этом случае пауза может быть записана ремаркой. То есть, она может быть записана как описание действия, но удобнее записывать ее ремаркой. Ну, меньше текста просто. Если в описании действия, дальше снова надо имя персонажа, реплика. А так, реплика. Пауза в ремарке. И следующая реплика. И это сразу же понятно актерам, что делать с этим. Так. Вопрос от художника-постановщика. Это, смотрите, вот это отдельная большая тема, что является, что является этим самым прерогативой, допустим, композитора. Что является прерогативой художника-постановщика. То есть, вот что сценарист должен прописать у себя в сценарии, а что не его собачье дело. Что будет решать художник-постановщик, например. То есть, например, если сценаристу важно, чтобы в сцене посредине объекта стоял стол, и на столе стояла бутылка, потому что герой схватит бутылку и разобьет ее о голову другого супостата какого-нибудь. Значит, мы пишем, что на столе стоит стол, что стоит бутылка, и, соответственно, вот это устройство объекта мы описываем. Допустим, нам важно, чтобы там была дверь. Да, мы это описываем. Нам важно, чтобы было окно, и на окне такие-то занавески, потому что герой потом в эти занавески завернется. Да, мы это описываем. Но если, например, не важно, сиреневые эти занавески будут, либо бордовые, то тогда мы не пишем, какие они будут. Это уже работа художника-постановщика. Если, например, важно, что это бутылка шампанского, а не бутылка вина, скажем. Ну, потому что бутылка шампанского, например, при ударе о голову не разобьется. Да, шампанское, оно крепче. Да, оно должно выдерживать давление этих самых. Если человека ударить бутылкой шампанского по голове, то разобьется голова, а не бутылка. Вот. Если, например, это важно, то вы указываете, что это там шампанское. Или вино там какое-нибудь. Вот. И дальше уже сделают эту бутылку. Да, если бутылка должна разбиться, то ее делают из карамели. Да, то есть это все отдельная, отдельная большая тема. Вот. И это все не наше собачье дело. Да, то есть наше дело это, что герои делают в кадре и что герои говорят. Все остальное прерогатива художника-постановщика, прерогатива режиссера и так далее, и так далее. Это же касается композитора. То есть тоже часто меня очень начинающие сценаристы спрашивают, а я хочу, чтобы у меня звучала какая-то песня конкретная. И у меня сразу же вопрос. А если эта конкретная песня звучать не будет, что изменится? Ну, то есть, если вам действительно надо, чтобы была звучала эта песня, наверное, можно будет купить права на нее. Но не всегда это возможно. То есть это в автоматическом режиме это не происходит. Да, то есть, что типа вы взяли эту песню, поставили этот самый, и потом обрадовали автора песни, что ребята, мы взяли вашу песню в фильм, вы будете получать 3% авторских. Нет. А автор может сказать, ребят, вы что, я не согласен, какого хрена. Вот, поэтому чаще всего все песни, большинство песен пишут специально для фильмов. Это дешевле. Очень-очень редко, когда используются какие-то песни в фильмах. Если интересно, почитайте, допустим, как там Тарантино добывал себе песни для саундтреков. Там еще жестче с этим ситуация. Но у нас все просто. Чаще всего просто пишут песню, и все, и вперед. А, как у Тодоровского стул развалился, поэтому сайт ЖЖ. Ну, наверное. У меня, например, мне кто-то там написал, в понедельник мне кто-то написал, что типа, ну, мне периодически тоже кто-нибудь пишет об этом, что типа, а что у тебя сайт на Юкозе, такой дешевый сайт, как в 2010 году. Давай, найми какого-нибудь программиста, сделай себе нормальный сайт. Ну, ребят, я делал себе нормальный сайт. То есть, у меня были, я несколько раз делал себе очень мощные, большие деньги тратил на сайт, и потом возвращался снова вот к этому простому, абсолютно там примитивному, но очень удобному сайту на Юкозе. Вот. И я всегда говорю таким советчикам, говорю, ребят, ну, как бы, сделайте такую мастерскую, и такое количество людей, чтобы через нее проходило, да, а потом будете меня дизайну учить. Поэтому надо смотреть в корень, да. То есть, важно не то, дешевый ли у меня сайт, а важно, например, то, есть ли у меня образовательная лицензия, скажем, да. О, есть. У очень немногих киношкол в России есть образовательная лицензия. Я вообще не знаю, есть у кого-нибудь еще или нет, кроме меня. Что это значит? Это значит, что вы можете получить налоговый учеб. Да, и это, кстати говоря, не так уж, это нормальные деньги. Курс стоит 70 тысяч, налоговый вычет сколько там? 13 процентов, по-моему, или 11, не помню. Раз получаете, вы его автоматически получаете. Поэтому... Или там, например, то, что там, да, есть там разные киношные гуру, у которых нет фильмографии. Вот это для меня вообще загадка. Или там кто-нибудь учит людей писать романы. А ты чего написал? Ну, ни одного изданного романа. Ну, а как? А какой смысл? Ну, как можно учить, если ты сам этого не умеешь делать? Так, как в сценарии указывать поведение животного? Так же, как у людей. Например, пёс тукоризненно смотрит. Это допустимо. Вот то, что вы написали, это вполне может быть. Вполне можно так сделать. С животными это отдельная большая тема. Если интересно, посмотрите. Есть хороший очень фильм. Трюфо. Блин, забыл название. Американская ночь? По-моему, Американская ночь называется. Чуть меня перемкнуло. И там есть классная сцена совершенно, где котенок должен лакать молоко. Вот. И там всем выносят мозг, никак не могут его заставить лакать это молоко. И потом уже там все, все разбежались, и он идет и лакает молоко. С котами это вообще, конечно, дикая проблема. Но с собаками можно. У нас были сцены с собаками, у нас были сцены со змеями. Приезжали ребята из зоопарка, разматывали этого удава. Вот. И снимали. Надо ли где-то указывать количество локаций? Нет. Смотрите. Но. Тоже здесь сразу, опять же, мы с вами... Есть идеальная ситуация. То, как учат в киношколах. А есть реальная ситуация. Есть реальная жизнь. Вот. И в реальной жизни на самом деле может быть все, что угодно. Ну, например, в реальной жизни все всегда говорят «Курьер Нью, 12-й кедль». Ну, у меня, например, был редактор, причем очень хороший. Прям топовый редактор, который работал, ну, не знаю, с учителем, например, с режиссером-учителем. Да, там. И много где, в разных крутых компаниях. И он не переваривал «Курьер Нью». Вот. И мы с ним работали несколько месяцев, и мы так решали. И он мне пишет такой, типа, все, я не могу, типа, этот шрифт делать, читать. Он получал от меня файл, выделял его, менял на Ареал, читал сценарий, писал свои поправки, снова менял на «Курьер Нью» и отправлял мне. Вот. Ну, это, ну, вот, бзик такой у человека. Вот. Может быть ситуация, при которой вас отдельно компания в сценарии будет просить указывать количество локаций. Может быть, опять же, скажем, много-много лет назад я работал на проекте под названием «Детективы». Такой дешевый очень проект для дневного эфира, для первого канала. Сейчас эта компания снимает сериал «След». Может быть, видели его. И вот там просили перед, во-первых, в начале указывать количество локаций, указывать список персонажей, и в начале каждой сцены, по-моему, на этом проекте это было, я уже сейчас запамятовал, столько проектов было, просили писать, перечислять персонажей. Это допустимо, тоже это может быть, хотя это преступление против американки. Еще одна проблема с количеством локаций, иногда может быть ограничение. То есть, например, когда вам писали «Кости», у нас было ограничение. Мы могли использовать максимум два объекта, кроме лаборатории. И вот те два объекта, и как хочешь, так и крутись. Дело из этого серии. Так, у меня в сцене апарт, как в Амели, когда она выходит из образа и говорит что-то на камеру. Как это обозначить? Так и напишите, обращается к зрителям. Героиня снимает себя на камеру. Как описать рамку камеры? Ну, смотрите, когда появляется камера, мы видим такой point of view, точка зрения, пол, то есть, когда мы кого-то снимаем. Но, когда она снимает себя, здесь можно написать субъективная камера. Это тоже вполне допустимо. Сцены Тарантино, которые в движении во время разговора, который должен закончиться, как оформить такую сцену? Walk and talk. Иногда, ну, американцы прямо так и пишут. Walk and talk. Идут и разговаривают. Вот. У нас особо не прижилось, но можно написать идут и разговаривают. Еще этот диалог, такой называют Соркин. Есть такой крутой очень дядька, американский сценарист, Аарон Соркин. Один из моих самых любимых сценаристов. У меня где-то автограф его лежит. Вот. И Соркин, это когда люди идут и очень быстро разговаривают. Так. Story Architect новой программы Кита. Вы не пользуетесь? Нет, не пользовался. Расскажите об оформлении телефонного разговора. О-о-о-о. Сложная тема. Смотрите, я коротенько скажу про это. Там есть разные варианты. То есть, есть вариант разбить это на каждый переход, разбить на отдельную сцену. Да, то есть, интерьер дом Ольги, интерьер дом Олега. Да, и тут что-то Ольга сказала, там что-то Олег сказал. Есть вариант через переход, когда вы вначале пишите интерьер дом Олега, интерьер дом Ольги. И дальше интерьер дом Олега, бла-бла-бла, переход, большими буквами, интерьер дом Олега. И через вот это слово, переход, большими буквами, вы перескакиваете из объекта в объект. Тоже это допустимо сделать. А что такое можно? А что такое можно? Я задавал какой-то вопрос и три раза можно написали. И уже забыл про него. Так, если надо указать на определенные объекты в интерьере, как это сделать, например, решетки на окнах. Крупно, там есть, то есть, если вы показываете что-то, там есть три варианта. Вы пишите крупно, акцент или деталь. Не все это вместе, а либо крупно, решетки на окнах, акцент решетки на окнах или деталь решетки на окнах. Так, чувство только ГЗК и ремаркой. Я бы сказал так, ремаркой, с голосом за кадром нужно быть осторожней. Так, сценарист присутствует на съемках крайне редко. Бывают такие случаи, меня вызывали несколько раз на площадку, но это разовая ситуация. Так, выражение лица, крупный план чего-то. Глаз номер авто вид. Вот как я сказал выше. Крупно, акцент, деталь. Так, правильно ли поняла, что в одной сцене может быть несколько описаний действий, если герои перемещаются во время диалога? Да, конечно. Так, ребят, мне надо закругляться, я уже начинаю опаздывать. Сейчас я прям быстро-быстро. Как сценаристу смириться с тем, что режиссер будет вносить свои коррективы в сценарий, убирать сильные, на мой взгляд, сцены. Никак. Страдать. И легче не будет. Так, слышал, что максимальная длина реплики 6 строчек сценарной записи, чтобы она запоминалась. Нет такого ограничения, очень по-разному. Зависит от того, какой текст. Видел я довольно длинные реплики, которые нормально звучали в кадре. Но в целом, конечно, да, лучше разбивать. Мы с друзьями сняли короткий метр, там сценарий на одну страницу занял 3 минуты и 50 секунд. Диалогов так нет. Ну, как я и сказал, если нет диалогов, описание действия больше занимает. Так, у меня герой с первых кадров едет в машине и вспоминает действия. Как правильно написать интерьер, место действия, время и большими буквами. Флэшбэк. Воспоминания. Так, при описании однообразного действия, которое может длиться 5 секунд или 50 секунд. Стоит ли прописывать желательную длительность? Нет, мы длительность не указываем. Как сценарий лучше назвать клип? Еще и написать бобслей или что-то еще. Два варианта. Нарезка или бобслей. Пишем и описываем только то, что имеет функцию во времени, во фильме, а не то, что красиво и нам бы понравилось. Так, да, совершенно верно. Ох, ребят, я горю, горю, горю. Сейчас я прям очень быстро. Как прописать, что ряд сцен идут под музыку? Ребят, не пишем мы, не указываем музыку. Так, если обстановка нужна для вместо описания характера героя, можно описать? Если функционально, да, тогда можно написать. Ребят, давайте так, все, я уже вынужден сворачиваться. Если еще какие-то вопросы есть, вы мне пишите, я им на ваши вопросы потом отвечу в комментариях. Я вернусь и через пару часов отвечу. Домашнее задание понятно, пишем первую сцену и увидимся завтра в 12.00 на следующем уроке нашего курса сценарий за неделю. Ребят, еще раз напоминаю, идет набор на базовый сценарный курс. За сутки первого набора уже 5 мест продано. Места разлетаются быстро. Еще там заявок уже штук 10 прилетело. Так что, если вы планируете, то не откладывайте. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok